Не знаю, как у вас, дорогие друзья, а у меня вид школьной доски вызывает обычный рефлекс. Кого-нибудь не вызвать. Татьяна, прошу вас, в доске. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Фукс, мне 53 года. Родилась я в городе Магнитогорске на Урале, закончила среднюю школу. После окончания средней школы моя первая специальность была машинист башенного крана. Но жизнь сложилась так, что я переехала из города Магнитогорска с Урала на далекий-далекий Псковский край, это поселок Чернёва. И там моя профессия круто поменялась, то есть с машиниста башенного крана я перешла работать в детский сад. По-первых, я работала нянечкой, но затем пошла учиться и в 1996 году закончила Боровический педагогический колледж по специальности педагог дошкольного образования. Получается, что воспитателем вы стали случайно? Ну, всякая случайность потом становится последовательностью. Как покажет моя жизнь, многие случайности становятся закономерностями. Да, это произошло случайно. То есть, встал вопрос, или ты воспитатель, или ты работник деревообрабатывающего комбината. Я выбрала воспитателя. И в 1996 году я закончила Боровический педагогический колледж. А в 1997 году я переехала назад в город Магнитогорск на родину, где продолжила работу в детском саду. Проработав там два года, по-моему, и в 1998-1999 году, я перешла работать в детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы беседовали с вами до съемок интервью, и вы рассказали мне, что одно из ваших образований – библиотекарь. А это как получилось? Ну, вот опять же цепь случайностей, которая становится потом последовательностью. Когда я пришла в детский дом, мне предложили на выбор две специальности, две профессии выбирать. Либо я воспитатель для детей-сирот, либо я библиотекарь. То есть детскому дому необходима была библиотека. Дали мне неделю на размышления. Через неделю я пришла и сказала, что буду работать библиотекарем. Меня завели в класс, по размеру где-то такая же комната, как эта. Без шкафов, без стульев, без столов, без ничего. И посередине этого класса, такого класса, лежала большая такая гора книг. Мне сказали, что это наша библиотека, которую нужно организовать. Я организовала библиотеку, то есть пришлось все делать, шкафы расставлять. Ну, это нюансы. И когда уже начала работать библиотекарем, я поняла, что мне нужны знания по этой специальности. И поступила в Челябинскую государственную академию культуры и искусств на факультет библиотекарь-библиограф. Закончила я это обучение в 2004 году. И все это время я работала в библиотеке, в детском доме, опять же, с ребятишками, которые ежедневно приходили, читали в библиотеку. То есть велись какие-то свои определенные программы в детском доме по развитию детей. И все это было связано именно с книгами. То есть работа, связанная с книгами, работа в детском саду, работа в детском доме объединяется одним елким словом «дети». Да, так и есть дети. Работа с детьми в вашей жизни была только там, до переезда? Нет, работа с детьми у меня продолжается и здесь. Был период, когда я с детьми не работала, но это... Жизнь сложилась так, опять же, случайность, не случайность. Я вышла замуж, вот, переехала в Германию в 2014 году и занялась поиском работы. Первое, что, естественно, может получить женщина в Германии, не зная хорошо языка, вот, это флегединст. Я отработала достаточное количество времени по этой специальности здесь, в Германии. Но потом мне сказали, если у тебя есть педагогическое образование, почему ты не идешь работать с детьми? Я начала искать в интернете, где можно работать в Германии, в Дюссельдорфе, в частности, да, вот, где можно работать именно с детьми. Есть русские школы какие-то, есть что-то, что связывает русский язык, Россию и детей здесь, в Германии. Вот, и я, конечно же, нашла кентоп. Вот и прозвучало это, теперь для меня хорошо знакомое слово кентоп. Кентоп, что это? Что такое кентоп? Кентоп – это организация, которая работает с детьми, которая дает возможность родителям развивать своих детей. Если взять какое-то сравнение, мы можем сравнить, наверное, кентоп с домом пионеров, который существовал на нашем постсоветском пространстве, где дети могли приходить и заниматься любыми кружками, какие только там были возможны, да, рисование, театр, танцы, шахматы, музыка, пение, любые развивающиеся какие-то, развивающие программы. То же самое делает кентоп, предоставляет возможность детям и родителям развивать своих детей. А это очень важно сейчас в современном мире, да, когда наш мир, безусловно, всегда вперед-вперед-вперед движется. А все, что происходит с детьми, это самое важное, что есть в нашей жизни. Где мои 17 лет? Возникает у меня мысль после ваших слов. А что вы, Татьяна, делаете в этом доме пионеров? Здесь я преподаю русский язык для ребятишек, вот, потому что много наших людей, наших сограждан, да, переехавших сюда и сохранивших свой язык, русский язык, родной язык, хотят, чтобы и дети также могли разговаривать, общаться, писать, читать на родном русском языке. У каждого человека существует свой, так как говорят немцы, мутершпрах. И немцы поддерживают вот эту вот систему мутершпрах. Они всегда приветствуют разговор людей, приехавших из разных стран, вот, поддерживают, чтобы люди говорили на своем языке. И при всем при этом они хотят, чтобы люди, живущие в Германии, говорили и на немецком языке. Готоваясь к интервью с вами, я узнал такой любопытный факт, что в 2019-м вы получили диплом победительницы конкурса, который проводился между преподавателями русского языка в разных странах Европы. Как вы туда попали, было это сложно, и приятно ли вам об этом вспоминать? Туда я попала, опять же, случайно. Мне прислали через интернет приглашение поучаствовать вот в этом европейском конкурсе среди преподавателей русского языка. Вот, я отреагировала. Есть такое выражение «вбежать в последний вагон». Это получилось так, оставалось буквально считанные дни до заключения, когда нужно подать заявку. Я подала эту заявку, отправила свой конспект, своего занятия. Вот, тема занятия была «вкусный сладкий сок», то есть разновидности сока, из чего делают. Нужно было связать это с немецким произношением, названий каких-то, то есть вот в этом была изюминка всего этого конкурса. И отправила. И потом уже где-то, наверное, месяца 3-4 прошло, и позвонили, сказали, что будут объявлять победителей. Пожалуйста, это было все через онлайн. Началась вот эта вот пандемийная вся ситуация как-то. Вот, и все это было онлайн. И тогда вот на этом онлайн-оповещении сказали, что кто какое место занял. Я заняла второе место среди преподавателей дошкольного образования. Вот, я писала конспект для детей 5-7 лет. Супер! Наверняка эти знания у вас уже были. Я почти уверен в том, что вы используете их в своей повседневной работе. А теперь и для меня, как для человека любопытного, и для наших зрителей, расскажите, пожалуйста, что вы делаете в Кинтоп, именно в том помещении, в котором мы с вами находимся. Мы находимся в классе, который так и называется, территория русского языка, там на двери висит такая бумажечка, такое вот такое объявление, территория русского языка. То есть здесь ребята приходят и занимаются русским языком. То есть не просто занимаются, они играют. Это сейчас в классе тихо, это сейчас в классе спокойно и чисто. Но буквально пройдет еще 45 минут, здесь появятся ребятишки, детские голоса зазвучат, и начнется, так скажем, детский бардак. Я очень люблю этот бардак, потому что дети, они не могут просто сидеть и просто делать что-то одно и то же. Когда родители приходят и говорят, а чем вы будете заниматься, я всегда говорю, мы будем играть. Потому что игра – это основное занятие детей. Что больше всего любят дети? Играть. А вот уже через игру дети будут учиться. А как это будет происходить? Это уже будет моя задача – научить детей через игру определенным знаниям. То есть всему тому, что знаем мы. Для меня простой, но интересный для меня вопрос. В каком возрасте к вам приходят дети, точнее приводят их родители, и какие дети, дети такого возраста у вас самые взрослые? Приходят дети, то есть родители приходят детей, приводят детей от трех лет. Почему от трех лет? Потому что именно вот в этот период у детей уже сформировывается языковая база, вот, которой они владеют. Здесь мы говорим о детях билингвах, то есть дети двухязычные, которые могут говорить и на немецком, и на русском языке. Родители очень хотят поддержать русский язык. Поэтому занимаются дети по группам, группа детей 3-4 года, потом занимается группа детей 4-5 лет, группа детей 5-7 лет, эта подготовка уже к школе идет, дети уже осознанно знают, что они должны делать, как они должны делать. И потом уже идет преподавание русского языка, это дети первого, второго класса и дети старших классов. Но старшие классы я не веду, приходят дети, знаете, когда уже ребенок вырос, ему лет 13, он плохо говорит на русском, а родители говорят, мы хотим, чтобы он читал на русском языке, научите его. Вот есть такие дети, которые приходят и вот в этом возрасте начинают с азов сидеть с букварем. Эти дети очень быстро все схватывают и очень быстро начинают читать на русском языке. Единственный минус, это не то, что минус, это такой пробел, у них не такая большая база словарного запаса. Поэтому с ними приходится вести часто очень такие беседы. Была девочка, которая недавно вдруг открыла для себя, что у нас пять океанов и все они по-разному называются, что у нас шесть континентов и все они по-разному называются. Этой девочке 13 лет. Танюша, я понимаю, если вам дать волю, вы можете рассказывать о любимом деле без перерыва долго-долго. Поэтому несколько наводящих конкретных вопросов. Дети в Кентопе в вашем классе и в этом помещении только жители Дюссельдольфа? Нет. Дети приезжают со всей округи. У меня есть ребятишки, которые приезжают из Дортмунда. Есть дети, которые приезжают из Нойса. То есть все рядом близлежащие города. Если родителям удобно, то они привозят сюда детей. В чем плюс Кентопа? Кентоп работает в субботу. В субботу здесь проходит, так скажем, я бы даже так сказала, как квест. То есть дети пришли, позанимались возраста 3-4 года. Они в 9 часов пришли, позанимались у меня, русский язык. Игры на русском языке, сказки на русском языке, подвижные игры мы включаем. И потом они пошли заниматься рисованием. Следующий кабинет, да. Они позанимались рисованием, что-то нарисовали, создали какой-то проект творческий, либо какая-то лепка. Потом они пошли танцевать. Танцы. Представляете, как это здорово? Ну, можно смело сказать, разностороннее обучение и образование. Вы позволите мне под этим сюжетом дать адрес вашего фейсбука или, может быть, номер вашего телефона или дать контакты центра Кентоп для того, чтобы те из родителей, кто заинтересовался этим блестящим предложением, могли обратиться к вам или к трудоводству Феррайна Кентоп. Да, конечно, это можно сделать, потому что Кентоп имеет свою страницу в интернете, свой интернет-сайт, имеет страничку в Фейсбуке. Вот, то есть это все можно просмотреть, все предложения, какие существуют у Кентопа, тут все можно посмотреть и увидеть. Ну, что ж, большое спасибо от вашего имени, уважаемые зрители. Большое спасибо от моего имени, от моего жертвого и большого сердца. Татьяна, вы умница. Мало того, что вы симпатичная, милая, приятная женщина, вы, я чувствую, влюбленный в свое дело человек. И те из вас, уважаемые родители, кто захочет совместить приятное с полезным, кто захочет уделить внимание развитию детей такому, каким оно было в дворцах пионеров нашего детства и нашей юности, и при этом иметь возможность общаться с симпатичной, милой Татьяной. Можно добавить чуть-чуть? Да, конечно. Уважаемые родители, в то время, когда ваши дети будут заниматься у меня русским языком или рисовать, у вас есть уникальная возможность научиться петь, играть на каком-то музыкальном инструменте, или, может быть, даже самим взять в руки кисти и нарисовать какое-то произведение. А если это дедушки и бабушки? Все равно можно. У нас даже дедушки и бабушки ходят петь в хор, у нас есть специализированная такая группа, в которой занимаются, она называется балаган, по-моему, да, они занимаются фольклором, поют частушки, то есть у них своя программа, можно заняться спортом, по-моему, есть, можно заняться шахматами, то есть мы даем предложение не только для детей, мы даем предложение и для родителей, да, и для взрослых, которые хотят провести с пользой свое свободное время. Еще раз большое-большое вам спасибо. Уверен, что многие из тех, кто смотрит наше интервью, захочут узнать о центре Кинтоп поподробнее, наверняка перейдет сюда, чтобы познакомиться, а Кинтоп, скажу, для тех, кто не знает, имеет подразделение в разных частях Дюссельдорфа, и знакомство, которое началось вот так виртуально, продолжится в реальной жизни. Спасибо вам большое за внимание. Пока-пока-пока-пока.